Здравствуйте! С праздником! Существенную роль в обладении литературным языком играют термины. Это способность говорящего их понимать. Так, осознанию сущности самого слова термин помогает знание его перевода с латинского. Терминус – предел, граница. Вспомнив, как большинство из нас ожидали своей очереди при пересечении терминала в международном секторе аэро- или ЖД вокзала, легче представить себе, что термин – это слово или словосочетание, в котором проводится граница между понятиями, явлениями. Владимир Иванович Дали вообще указывал, что термин – есть выражение, слово, речение, название, вещи или приема. Французский философ, математик, физик 17 века Рене Декарт, сторонник идеи рационалистического познания мира, утверждал, люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов. Тем более, если речь идет о терминах. Не случайно? Договоримся о терминах стало устойчивым словосочетанием. А зачем, собственно говоря, договариваться? А затем, чтобы, убеждая в необходимости изменения графика учебного процесса, ваш собеседник не предлагал ввести третий семестр. Я такое слышал. Третий семестр. Семестр в переводе с латинского означает шестимесячный или полугодовой. А триместр – это трехмесячный. Часть учебного процесса в три месяца. Затем, чтобы футбольный комментатор не называл вбрасывание мяча из-за боковой линии корнером. Чтобы музыкальный критик, обозначив исполнителей как дуэт, не рассказывал в статье о коллективном творчестве трех певцов. Договориться о терминах тем более важно, если речь идет о таких, которые имеют отношение к культуре языка, художественной культуре, ее истории. И принципиально важно знать, что в свое время латинская пословица «ars longa vita brevis es» переводилась как «жизнь коротка, наука обширна» или «жизнь коротка, наука длинна». Но, возможно, был и другой перевод, потому что и наука, и искусство не сразу определились. Поэтому можно было говорить «жизнь коротка, искусство обширна». Поэтому живопись, например, в это время считалась наукой, а философией – искусством. Точно так же должно было пройти достаточное количество времени, чтобы термины «риторика» и «поэтика» стали обозначать не одну, а две области знаний о культуре художественного слова. Российский лингвист Николай Владимирович Юшманов заметил, «Знай термин, знаешь место в системе. Зная место в системе, знаешь термин». Эти слова указания на неразрывную взаимосвязь развития научной терминологии и процесса познания. В терминологии могут функционировать так называемые «размытые», то есть строго неопределяемые понятия. Однако это не только допустимо, но и особенно необходимо ввиду сложности объекта. Можно назвать такие термины, как «образ автора», введенный Виктором Владимировичем Виноградом, или «диологическое слово» Михаила Михайловича Бахтина. Такие сложные в определении термины оказываются весьма содержательными и открывают перспективное направление в исследованиях, открывают широкие возможности для исследовательской мысли. Современная терминология продолжает поиски однозначности и последовательности в определении таких основных терминов, как соответствующих им понятий, как стиль, образ, метафора, семиотика. Развивает свои возможности в свете развивающейся математической и IT-технологий, как принципиально важных, но опасных для филологии. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok